Дмитрий Васильевич, вы руководитель единственного ТОР в стране, который занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства. Расскажите, каковы на сегодняшний день результаты, сколько резидентов и сколько из них уже запустили свое производство? Еще раз здравствуйте. Да, наш ТОР на самом деле уникальный, потому что с самого начала законодательство писалось на поддержку крупных инвестиционных проектов в России. И мы попробовали применить инструменты закона о ТОРах для поддержки малого бизнеса, как в режиме, можно сказать, эксперимента. Я считаю, что эти как раз-то инструменты нам для бизнеса действительно очень помогают и очень удачно у нас все идет на самом деле. Да, и на сегодня у нас 12 резидентов, буквально неделю назад подписали два соглашения крупных, еще два инвестпроекта приступили к реализации своих бизнесов на территории Конкласс. Вот, и на сегодня уже из 2 миллиардов 600 миллионов по подписанным соглашениям инвестиций реально осуществлено, реально построено на 300 миллионов. И стройка идет, и строительство поэтапно, постепенно, каждый резидент строится. А что за договоры были подписаны вот недавно? А, ну, соглашение это с компанией Сахасина Сталь, это завод по производству металлоконструкций, и компания САБМ, это ювелийно-гранильный кастер. Скажите, пожалуйста, а сколько всего рабочих мест создано вот за счет этого процесса? На сегодня по факту 48 рабочих мест создано, открыто, из них больше половины это как раз-то местные кадры. Даже местные, это не относительно России, не относительно Якутска, это местные кадры, которые жили, вот, микрорайон Кангаласа, Тулугино-Келянского наследия. А полностью ли создана у вас инфраструктура необходимая? Ну, самое-самое необходимое создано, это в первую очередь электричество, газ, заканчивается строительство системы водоснабжения, пожаротушения, то, что по требованиям должно быть. И на следующий год у нас запланировано дальнейшее строительство, это проездные пути, благоустройство, очистные сооружения, это все будет в следующий год. — Скажите, пожалуйста, ваш резидент Сайюри уже начала реализовать вторую очередь теплицы, да? Что ожидается на втором этапе проекта? Насколько конкурентоспособны цены? Ну, о ситуации вообще расскажите, на ваш взгляд. — Да, конечно, сам резидент лучше бы, о себе рассказал, но на самом деле есть чем квасаться. На сегодняшний день экспериментальная тысяча квадратных метров построена, успешно прошло испытание прошлую зиму. Сегодня приступили к строительству второго этапа, еще 1,2 гектара теплиц будет строиться, уже подготовительные работы, фундаментные работы начаты. — Плодов еще нет? — Нет, первая теплица-то есть, да, в прошлом году томаты, в этом году огурцы. — Нет, а вторая еще пока в стадии строительства? — Да, вторая в стадии строительства, и в следующем году будет еще больше урожая. — А вы сами приобретаете помидоры? — Да, конечно, стараюсь приобретать. — Не бьет по карману? — Нет, не бьет на самом деле, цена в принципе нормальная, потому что тут основное, главное, конкурентное преимущество нашей продукции — это полное отсутствие каких-либо химикатов, никакой специальной обработки плоды не проходит. — То есть хочешь есть полезное, плати больше? — Ну, там насчет плати больше нет. — По поводу СБМ, по алмазно-гранильной отрасли, давайте поговорим, сколько компаний готовы стать их резидентом. Проект вынашивается уже достаточно давно, и подобная площадь уже создана во Владивостоке. Скажите, пожалуйста, в чем будет разница кластер в Якутске? — Ну, наш кластер ювелирно-гранильный — это, в первую очередь, он более универсальный, это и огранка, и ювелирка, и, возможно, еще какие-то направления экспортные. И уже подписано у них соглашение с семью компаниями гранильными, которые войдут именно резидентами этого кластера, да, и параллельно будут также и резидентами, и территорией передающего развития. То есть уже будут получать все льготы, преференции, в обмен на то, что они будут открывать рабочие места у себя. — А каков объем инвестиций этих семи резидентов? — Эти семь резидентов почти под миллиард будет в целом стоить весь этот проект. — А вот вы сказали о рабочих местах, в планах. Какое количество рабочих мест и кто будет работать? — Именно по ювелирно-гранильному до тысячи рабочих мест будет создано. На полном, когда весь этот проект выйдет на полную реализацию, когда будет построен большой комплекс. Большой комплекс будет. — А сроки каковы? — Три года. — В течение трех лет? Скажите, пожалуйста, ваш якорный резидент Беге показывает очень хорошие результаты по реализации лакокрасочной продукции. Какие регионы уже охвачены, какие дальнейшие планы по экспорту, если такое возможно? — Да. Наш резидент Беге в первую очередь ставит задачи на, конечно, внутренний рынок. Весь их бизнес просчитан в доходности по внутреннему рынку. Но, тем не менее, сейчас они уже выигрывают контракты, выигрывают конкурсы, закупки и поставляют продукции в Владивосток. Это точно уже законтрактованные вещи. — Скажите, у вас были такие планы по сотрудничеству с Бриджстоун по созданию полигона «Испытание шин» в условиях ягоди? — Да. — Какие уже достигнуты сейчас результаты? — Сейчас этот проект вышел на финишную прямую. Я надеюсь, в ближайшее время будет уже подписано соглашение с резидентской деятельностью. Это совместный проект Бриджстоун и Северо-Восточного федерального университета. На самом деле, этот проект уже реализуется на базе университета не первый год и не второй. То есть, уже наработанные связи есть и уже вышли на те объемы, которые необходимо будет стать резидентом ТОР и будут на нашей территории проводить испытания зимних шин. — Скажите, а еще какая работа ведется по привлечению новых резидентов? — Ну, максимально мы открыты. Мы ежедневно общаемся со многими предпринимателями, с инвесторами. И, в первую очередь, мы ведем работу по поиску инвесторов, которые готовы прямо сегодня, сейчас начать резиденту. — По вашему мнению, какие направления нужно еще больше развивать у нас? — Ну, наша площадка, она универсальная. Мы сейчас в своих планах смотрим, чтобы к нам пришли с проектами и туризма, и пищевой промышленности, и складское хозяйство, чтобы открыли. — По вашему мнению, что? — Ну, вот смотрите, тут у нас самое главное должно быть гармоничное развитие, да, то есть у нас развитие предпринимательства должно быть синхронизировано с развитием и социального направления. И все это должно быть, на самом деле, в гармонии с ображающей средой, и ни в коем случае никаких рисков к экологии не должно быть. Вот с этой точки зрения мы смотрим наш проект. — Ваше мнение интересует, просто вот как вы думаете, что необходимо сделать для того, чтобы вот как раз этот поток туристов к нам увеличился? Что вот, или это секрет пока, или как? Вот может быть, ваше мнение есть на этот счет? — Ну, поток туристов, это на самом деле задача инициаторов проекта, это задача инвесторов, когда они просматриваются и просчитывают свои инвестиционные проекты. Ну, я думаю, тут мы будем говорить, скорее всего, о внутреннем туризме, о возможностях как раз той уникальной, чистейшей природы, которая в Англасах, которая на сегодняшний день сохранена. — А с пищевой промышленностью, вот вы сказали. — Раз вы ищете каких-то резидентов, направленных на определенное направление, это я так думаю, да, то есть вы считаете, что в какой-то степени где-то что-то нужно подправить? Вот поэтому я и интересуюсь вашим мнением, что вот в пищевой, допустим, что нужно сделать? — Нет, вот смотрите, как только у нас возникает потребность в организации площадки, допустим, для пищевой промышленности, мы начинаем работу по соответствию вот наших площадок под требования инвестора, именно по пищевке. Там сложности свои есть, также те же самые санитарные зоны и соответствия СССР. Это все мы делаем прямо с самого начала, прямо с предпроектных работ. — Скажите, пожалуйста, вот вы сотрудничаете с другими институтами развития бизнеса, как происходит это взаимодействие? И Егор Борисов говорил о том, что будет оптимизация вот этих вот институтов. То есть, ваше мнение на этот счет тоже? — Нет, это… Мы самым плотным образом работаем со всеми институтами развития, потому что наши резиденты, они в силу специфики, они предприниматели, они, конечно, работают со всеми институтами, стараются получить максимальную поддержку от государства, и мы в этом им максимально помогаем. В том, что оптимизация нет, я не считаю, что там какие-то есть вопросы, но на самом деле очень хорошо работает. — А что вы ожидаете от послания главы? Вот сегодня Егор Борисов озвучивает послание. Какие ваши ожидания? — Ну, исходя из того, что было в прошлом послании, это относительно как раз-то нашего проекта, оно было озвучено о том, что необходимо развивать нашу территорию, и я надеюсь, уже будет сказано о том, что есть достаточно такие яркие моменты о том, что у нас поступательное развитие идет. И надеюсь, о нас упомянут. — Скажите, а какая вот еще необходима поддержка вам для развития уверенного вам, так скажем, детища? — Поддержка на самом деле постоянно идет, и поддержка со стороны города Якутска в плане финансирования всех этапов строительства инфраструктуры, поддержка от республиканских властей по финансированию также инфраструктуры для резидентов. И федеральные власти тоже в своих планах стоят. В следующий год большие стройки будут. — Благодарю вас за беседу. Напоминаю нашим телезрителям, у нас в гостях был генеральный директор ТОР Индустриальный парк Анголасы Дмитрий Борисов. Оставайтесь с нами. Всегда обсудим самое важное.